Как считаете, это сильно ли ударит по экономике на предприятия малого и среднего бизнеса? Конечно, конечно. Вот вы видите, уже здесь одни аренды висят. Уже было закрытие предприятий. Ну, то же самое. Не хотелось бы даже думать об этом. Ой, не знаю, она начнется? Не надо, чтобы начиналось. Если вдруг, как вы считаете, на чем отразится в первом случае? На нас, на старье. Чем больше мы будем беречь себя, тем крепче будет экономика. От чего вообще зависит борьба с ковидом в большей степени? От государства или все-таки от людей? От людей. Ну, и в большую степень от государства. О, смотрите, маска есть, перчатки есть. Все вам покажу. Куда в магазин захожу, я вообще, о, здесь перчатки. Все одеваю, все как положено. А вы сами готовы к встрече второй волны? Есть у другого? А мы всегда готовы. Наше дело, сиди дома и жди. Слава Богу, Всевышний уберет. А что хорошего? Нет, ничего. А вот от первой, вы как-то сами сталкивались с первой волной, и как-то повлияло на вас? Да нет, особо. Пережили, слава Богу, пережили. Я считаю, что это плохо скажется на всем, на регионе абсолютно, в том числе на обучение. Я думаю, многие родители сейчас будут против того, что будет закрыто образовательное учреждение дистанционно, потому что качество образования падает. Ну, я очень против, конечно, этой второй волны, чтобы нас закрыли на вот эту изоляцию, потому что сразу очень сложно становится жить. Ну и, конечно, хочется, чтобы здоровье всем было. Сложности будут, конечно, но я так надеюсь, что народ в здравом уме и руководство тоже пойдет на встречу, на какие-то послабления, не то что послабления, а на дисциплину нашего народа. Ну, спад однозначно, спад. Ну, что еще могу сказать? А на вас как-то повлияло первое, что на деятельность рабочую, а вот как? Пришлось закрыть ИП. У нас вот все ИП сразу как-то закрываются, соответственно, выживают только большие организации. Я пенсионерка, я всегда готова, но соблюдать дистанцию и все будет. Да, да, да. Нет денег для оборота, то нет денег, а это самое основное, поэтому придется. Но обещаю помочь.